С рождением ребенка жизнь только начинается. Этот тезис на личном примере подтвердили участницы проекта «Мама-предприниматель». У большинства из них идея создания собственного бизнеса появилась именно после рождения малыша. В рамках проекта женщины прошли бесплатное пятидневное обучение с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Основная цель – помочь мамам начать собственное дело и воплотить в жизнь самые смелые идеи. Для того, чтобы все знали, что делать, все понимали, что возможна эффективная связь и делового образа жизни и материнства, нужны вот такие формы, такие программы и семинары. Сегодня не только рассказывают и показывают на конкретных примерах, как это достигают люди в живой жизни, но еще и дают конкретные рекомендации, шаги по тому, как добиваться своей цели. Поэтому мероприятие очень важное, материнство всегда на первом месте, совмещать его с делой, с работой можно, нужно. Вы для нас самое главное. И от лица правительства Московской области я хочу сказать, что мы поддерживаем такие проекты, мы поддерживаем социально ориентированный малый бизнес. По словам идейного вдохновителя конкурса Оксаны Пушкиной, участие в проекте помогает женщинам почувствовать себя увереннее, получить поддержку таких же мам-единомышленниц, действовать и реализовывать свои планы здесь и сейчас. Что ценно, что такие конкурсы, безусловно, мотивируют женщин на очень яркую и очень полезную жизнь. Понимаете, мы можем всегда откладывать на завтра, вот завтра, вот солнце взойдет, вот сядет, вот каникулы закончатся у детей, и все, и наступает день, когда уже ничего никому не надо. Жизнь прошла, и ты понимаешь, что собственно автор этой жизни неинтересный, скучный, бесполезный, ты сам. Я всегда говорю, не жалейте красок на картину под названием «Собственная жизнь». Бизнес-идеи у мам самые разные, от социальных парикмахерских до услуг профессиональной автоняни. Одинцову представляло сразу несколько участниц. Одна из них – Наталья Ковалева. Мама двух сыновей поделилась идеей создания ателье по пошиву индивидуального нижнего белья для женщин, в том числе кормящих матерей. И хотя Наталье и не удалось победить в конкурсе, полученные знания оказались полезны. Я поняла больше финансово, как мне все это сделать, просчитать и все остальное. Этот проект принес много новых знакомств, которые в будущем помогут. Экспертное жюри оценивало экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость проектов. Победительницей в этом году стала Надежда Ферапонтова из города Московский. Она получила грант в 100 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса «Яркие рубашки для стильных ребят». Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.